Международная телевизионная ассоциация представляет. Я могу сказать без всякого сомнения, что Советский Союз проявлял очень большой интерес к НЛО. Никто бы не удивился, если бы НЛО упало на территорию СССР. Это самая лучшая запись предположительно убавшего НЛО и мертвого гуманоида, которую я видел. Факт 1. На протяжении более 50 лет западные государства собирали сведения о НЛО в полной секретности. Факт 2. То же самое делали и их противники за железным занавесом. Факт 3. Сейчас, когда закончилась Холодная война, правда об этом наконец вышла наружу. Представление о том, что жизнь из других миров нанесла нам визит, выглядит очень интригующе. Многие считают, что это правда и что документы, доказывающие это, существуют. Но эти документы были засекречены на протяжении более полувека. С окончанием Холодной войны возникли интригующие и удивительные открытия. Западные государства, оказывается, были не одиноки в сборах секретной информации об НЛО. Здравствуйте, я Роджер Морг. Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию, открытию международных интриг и даже, возможно, межгалактических визитов. Присоединяйтесь к нашему исследованию тайны века. Присоединяйтесь к нашему исследованию тайны веков. Секретные файлы КГБ о неопознанных летающих объектах Территория Советского Союза просто поразительна по своей величине. Даже для тех, кто привык к открытым территориям Америки. Огромные пространства Восточной России все еще не обжиты. И вот в таком месте, вдали от цивилизации, около века назад, случилось нечто поразительное. В Тунгусском регионе Центральной России в 1908 году недалеко от деревни что-то упало с небес и взорвалось. Это событие породило загадку, которую ученые и по сей день не могут объяснить с полной уверенностью. Были и другие случаи, связанные с феноменом НЛО. Но только после случая в Розвале государственные лидеры во всем мире серьезнее взглянули на эту проблему. Исследователь Пол Стоунхилл проделал важную работу по хронализации мест, где были замечены НЛО в бывшем СССР. Я бы сказал, что после случая в Розвале в начале 40-х годов, Сталин обратил внимание на проблему НЛО. Именно в это время КГБ и военные раздельно занялись исследованиями этого феномена. Но КГБ, насколько нам известно, так никогда и не взялись за изучение этой проблемы. Эта запись ВВС была сделана российскими учеными. Она была рассекречена Министерством обороны СССР незадолго до того, как Борис Ельцин вступил на проспрезидента. Вы смотрите запись, сделанную камерой, установленной в кабине МИГ-23. Задача ВВС заключалась в перехвате двух неизвестных объектов. Теперь мы видим, как два объекта соединяются в один. Еще раз, но уже в замедленном виде. Это невозможно проделать ни на каком известном нам летательном аппарате. К сожалению, МИГи потеряли эти объекты. Официальных объяснений этому случаю не было. Посещая международные конференции, связанные с проблемой НЛО, и обмениваясь через интернет, исследователи с обеих сторон получили возможность лучшего понимания глобального необъяснимого феномена. Ричард Хеймс неоднократно посещал Россию и работал со многими российскими исследователями. Очень скоро, после перестройки и падения коммунизма, примерно в 1990 году, я сказал себе, «Я думаю, что это подходящее время для того, чтобы предложить людям из Восточной Европы, владеющими огромной информацией, о которой мы ничего не знаем, открыть двери». С другой стороны, мы имеем информацию, о которой ничего не знают они. И начав переписку с друзьями, мы сформировали совместную федерацию, которая играет очень положительную роль в обмене информации. Наша следующая запись была произведена из Мига-25. Он должен был встретиться с американским F-16. Неожиданно из-за облака появляется неопознанный объект. Объект резко снижается в облака и исчезает. Еще раз, но уже в замедленном виде. Это американский самолет, а это объект, который показался за F-16. Объект сливается с F-16 и после этого исчезает в облаках. После сбора всей информации о потенциальных НЛО и их местонахождениях, исследователи пытаются объяснить и подтвердить все факты как можно точнее. Чем более выразительно и важно событие, тем более важно его подтверждение. Я работал офицером советской разведки более 30 лет. Мой сын сейчас служит пилотом в российской авиации. Я могу с полной уверенностью сказать, что было огромное количество случаев, когда наши ВВС летели на перехват, как мы считали, самолетов НАТО. В реальности оказывалось, что это были не самолеты, а летательные аппараты, не принадлежавшие ни одной нам известной страны. Это не секрет, что мы посылаем наши космические кораблевых пространства, а НЛО залетают в наше. Это как игра, как тест. Тест, в котором одна сторона все время хочет испытать другую и посмотреть, что произойдет. Только иногда в этой игре кто-то по кому-то стреляет. Ни русские, ни американцы не имеют ни малейшего понятия, что это за объект. Если его увеличить на экране, можно что-то о нем сказать. Он выглядит примерно 4-5 метров в диаметре и двигается так, как ни один нам известный самолет. На этот раз мы приглашаем вас взглянуть из кабины самолета МиГ-21. Задача состояла в перехвате неопознанного объекта, летящего с очень большой скоростью. Вы видите объект цилиндрической формы. В тот момент, когда российские самолеты начали приближаться, НЛО вдруг прибавил скорость и исчез. Давайте посмотрим еще раз. Вы, наверное, заметили, что этот цилиндр движется примерно с той же скоростью, что и МиГ на этого момента. Потом объект ускоряется. По словам пилотов, примерно за 10 секунд объект набрал скорость МАК-3, что равняется трем скоростям звука. Многие из этих съемок были рассекречены после того, как советское военное командование не смогло определить, что это был за объект. Было множество попыток перехвата НЛО. Военные всегда интересовались их высокой скоростью. Этот объект в два раза больше МиГ-21. По технологии, которая была в это время доступна, не существовало летательных аппаратов, которые могли бы двигаться с такой высокой скоростью. Несмотря на то, что американские и российские пилоты были хорошо обучены, у них не было никакой возможности перехвата. Скорость, которой этот объект летел, и скорость, которую он потом набирал, не могла сравниться не с одним известным нам летательным объектом. Был один случай, произошедший в начале 70-х годов. Два МиГ-21 направились на перехват НЛО на территории Западной России. Объект не отреагировал на команды и запросы советских пилотов. В то время в СССР существовала процедура. Если летательный объект попадал в воздушное пространство СССР, не отвечал на запросы пилотов и не покидал границ нашего государства, на него наводились ракеты. Но наши самолеты были уничтожены чем-то с этих объектов, до сих пор нам неизвестным. После этого случая советское командование представило, что эти два самолета просто столкнулись друг с другом в воздухе. По словам следователей, которые вели это дело, а именно одного из них, моего приятеля, я понял, что это было не просто столкновение, а самолеты были сбиты кем-то или чем-то. НСА перехватило радиоразговор советских военных, и мы выяснили, что русские потеряли два МиГа-21 или МиГа-23. Мы поняли, что эти МиГи пытались перехватить летающий объект, находившийся в то время в воздушном пространстве СССР. Все, что я знаю, это был самолет неамериканских ВВС. Одна из самых увлекательных и удивительных историй, которую мы когда-либо об этом читали, была написана в книге НЛО в СССР. Книга написана Вениамином Григорьевичем Верещагиным о падении НЛО и о том, как этот объект прятали советские официальные органы в начале 60-х годов. Существует свидетельство тому, что осенью 1968 года в районе Свердловска, который сейчас известен как Екатеринбург, было огромное количество сообщений о том, как было замечено множество неопознанных объектов. 27 ноября многие жители поселка Березовский Свердловской области наблюдали несколько огненных шаров, которые двигались поперек неба. Один такой огненный шар начал снижение на землю, и через какое-то мгновение люди услышали очень громкий звук взрыва. Свердловская газета напечатала, что взрыв, который слышали жители города, произошел на территории какого-то завода, из-за халатного отношения рабочих. Но при этом говорилось, что жители этого поселка и раньше наблюдали огненные шары в небе. Вот это газета Свердловского горкома за 29 ноября 1968 года, со статьей на первой странице. «Березовские сны» или «Что это было?» Здесь описывается, что действительно могло происходить в это время. Может быть, это и на самом деле было падение НЛО. Пять огненных шаров, появившихся в небе и летящих поперек горизонта, двигались в направлении города. Вдруг один из них начал снижаться на землю, пока совсем не исчез за лесом. Несколько секунд спустя после его исчезновения и произошел чудовищный взрыв. Но все же советская газета официально заявляет, что взрыв произошел по халатному отношению одного из рабочих местного завода, который понес уголовное наказание и должен будет возместить материальный ущерб. То, что описано в книге Берещагина, нам кажется правдой, потому что существует несколько фильмов, которые наглядно это подтверждают. Эти киноматериалы, естественно, были засекречены, но после того, как Берещагин договорился с продавцами черного видеорынка, эта пленка всплыла. И теперь мы можем посмотреть на кадры, которые наконец-то прольют свет на события того времени. Если этот фильм действительно будет соответствовать тому, о чем поведал Берещагин, то то, на что мы сейчас смотрим, это место падения неопознанного летающего объекта возле поселка Березовский. Эти кадры сняты оператором, который едет в военной машине. Объект выглядит как диск, который наполовину или частично погружен всем. Солдаты, ведомые капитаном, выходят из грузовика и присоединяются к другой группе военных, которые уже работают на этой территории под командованием майора. Это запись одна из четырех, которую мы могли достать в момент нашего расследования. Пленка подверглась тщательному и дискональному анализу. Обо всем этом в следующей серии. Секретные файлы КГБ о неопознанных летающих объектах. После падения коммунистического режима и распада Союза, русские и западные уфологи начали свободно обмениваться имеющейся у них информацией и сотрудничать в полном объеме. С одной стороны были представлены многочисленные видеоматериалы с изображением НЛО. А с другой – свидетельства очевидцев, встреч с пришельцами, в котором сами уфологи относились с долей скептицизма. Однако психологи больше верили в правдоподобность истории похищения людей пришельцами. Несмотря на попытки официальных советских властей отрицать пакты появления НЛО, документальные подтверждения таких случаев все же существуют. Кадры основаны на реальных событиях. Люди, пережившие встречу, с пришельцами описывают приблизительно схожие ощущения. Сначала они видели яркий свет, притягивающий и завораживающий. Многие описывают дверь, через которую они проходили внутрь, идя на этот манящий свет. Рассказывая внутренние обстановки, им вспоминались яркие лампы и свет, много света. Большинство похищенных рассказывали о неких медицинских экспериментах, которым они подвергались. Они помнили инструменты, используемые для взятия у них проб. Впоследствии они обнаруживали на своем теле следы от уколов. Все люди испытывали страх, но были не в силах что-либо предпринять. Воле их была парализована. Они теряли сознание и затем обнаруживали себя на прежнем месте, там, где впервые увидели яркий свет. При этом наручные часы многих из них показывали, что прошло каких-нибудь несколько минут, и было полное ощущение, что они буквально потеряли время. Не все люди, пережившие похищение, описывают подобные ощущения, но все же схожие рассказы превуалируют. Лубянка, не так давно это здание позади меня принадлежало самому разветвленному и самому страшному разветвленному. Почему КГБ проявляло такой интерес к вопросу, который многие считали научной фантастикой? С самого начала коммунистической эры в России советское правительство полагалось на сильные спецслужбы. Но это не было новым для России. Во времена правления Николая II секретная полиция была повсюду, и ее агенты следили за каждым. Железнодорожные вокзалы, гостиницы и даже театры находились под неусытным вниманием тайной полиции. Вскоре после революции первое советское правительство создало свою секретную службу, которая стала основной силой государственной власти для подавления контрреволюции. Вскоре после смерти Сталина в 1953 году был создан Комитет государственной безопасности. Во времена Холодной войны КГБ стал могущественным и разветвленным разведывательным агентством. КГБ внедрил своих сотрудников во все ведущие западные разведывательные сервисы. Организация стала сильным крупным разведывательным центром в мире, насчитывающим более 300 тысяч агентов. КГБ имел сложнейшую структуру, включавшую в себя более 70 отделов и подразделений. В том числе и научно-технический отдел, который занимался сбором и обработкой информации по вопросу НЛО. Государственным органом, проявлявшим повышенный интерес к НЛО, было Министерство обороны. Высшие военные чины полагали, что они смогут достичь военного превосходства, исследовав этот проблем. Несмотря на то, что было много противоречивых предположений, касающихся случая в Розвилле, на наш взгляд были представлены неопровержимые доказательства встреч с пришельцами. Однако в 1997 году на отчете, представленном ВВС США о результатах расследования падения в Розвилле, был поставлен штамп «Дело закрыто». Военные постарались представить этот случай как результат собственных испытаний. Хотя американские официальные власти отказались признать факт существования НЛО и встреч с пришельцами, доказательства таких встреч существовали в России. Данные кадры из архива КГБ демонстрируют проведение исследований двух объектов, представляющих собой органические части тела. Ученые, разговаривая по-русски, измеряют параметры объектов и проводят исследования их внутренности. Руководитель группы ученых описывает внешние параметры объектов. Теперь мы видим объект, который был подвергнут обширному исследованию. Придерживайте инструменты. Ткани разрезаются тяжелым. Рубим кусачки. Придерживайте. Ребра пытаюсь перекусить. Так, ну уж. Используются инструменты для разрезания ткани. Что-то белое впадает. Очень эрегидные ткани. Давайте попробуем другим. Придерживайте. 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 Похожую на клетчатку внутреннюю ткань Отмываются органы, извлеченные из тела Камера снимает под другим ракурсом Наконец, ученые демонстрируют перед камерой извлеченный орган Если эти кадры не поддельны, то они демонстрируют величайшее научное открытие всех времен Естественно, возникает вопрос Что стало с результатами этих исследований Которые КГБ так долго держало в секрете Все вопросы пока остаются без ответа Вспоминаются события в Свердловске, которые были засекречены Далее об этом в следующей серии Секретные файлы КГБ о неопознанных летающих объектах На территории России было зафиксировано множество появлений МЛО Некоторые из них удалось объяснить, некоторые до сих пор не получили объяснений Наиболее известны случаи в Дальногорске и падение объектов в Тунгусской тайге Многие ученые и уфологи считают материалы, найденные на месте падения НЛО в Дальногорске, наиболее интересными Журналист Антонио Ханеос разделяет эту точку зрения Случай в Дальногорске наиболее подробно задокументирован Мы располагаем фрагментами не очень крупного объекта, упавшего в горах недалеко от Дальногорска в январе 1986 года Свидетели падения объекта описывают его как ярко светящийся шар, прочертивший утреннее небо с севернее Владивостока на тихий океан Исследователи, работавшие на месте падения, нашли металлические шарики, узкие обожженного стекла На месте падения был зафиксирован повышенный уровень радиации Все это выглядело в высшей степени загадочно Ученые пришли к выводам, что данные предметы есть не что иное, как останки космического корабля внеземного происхождения Одним из наиболее известных случаев является Тунгусский след Иногда его называют русским розвиллом В начале июня 1908 года на территории Центральной Сибири Был замечен невероятных размеров светящийся шаровидный объект, прочертивший утреннее небо и упавший в тайге со страшным взрывом После чего возник пожар, бушевавший несколько недель, уничтоживший все живое в радиусе сотни километров Эти события предшествовали атомным взрывам в Хиросиме и Нагасаки в 40-х годах И этот взрыв был мощнее, а последствия масштабнее Территория, подвергшаяся разрушению, была больше территории Лос-Анджелеса или Москвы Расследования, проведенные на месте падения 20 лет спустя, показали, что происхождение этого объекта имело неземную природу Будь то шаровая молния или какие-то другие природные явления, последствия имели бы иной характер, а разрушения не столь масштабны Вследствие этого ученые пришли к заключению, что это было крушение НЛО Правительство многих стран занималось сбором информации относительно неопознанных летающих объектов Физик-ядерщик Стэнтон Фридман соглашается Без сомнения, разведывательные и военные ведомства многих стран собирали информацию об ЛОО Такие страны, как Бразилия, Англия, Австралия фиксировали такие факты над своей территорией КГБ также собирал подобную информацию, получая ее от космического ведомства, военных и населения Советский Союз занимал огромную территорию и, обороняя ее от возможного ядерного удара, Советы размещали по всей территории системы ПВО и слежения за своим воздушным пространством В следствии этих мер, получая огромную информацию об НЛО Течение коммунистического управления существования НЛО официально не признавалось И только недавно тот факт был признан Говорит бывший секретарь комиссии по аномальным явлениям Александр Петухов В рамках этой комиссии, когда в силу своей деятельности она начала планомерный сбор информации Комиссия, начав планомерный сбор информации об НЛО, получила более 15 тысяч сообщений о фактах НЛО Эта комиссия являлась официальной общественной организацией При коммунистическом правлении официально отрицалось существование НЛО Но именно поэтому народ верил, что это явление существует Властям было присуще утаивать от общества многое, происходившее в стране Говорилось, что в России нет преступности, многие катастрофы скрывались от народа Действительность преподносилась в розовом свете Недалеко от здания медицинских наук в Москве стоит небольшой невзрачный дом В котором в конце 60-х годов американские и британские разведчики встретились со своими информаторами И узнали об одном из наиболее странных случаев в истории разведки Бывший полковник советской военной разведки Во время моей службы на протяжении 6 лет мы узнали, что агенты западных спецслужб в Москве Пытались добыть информацию о наших передовых военных технологиях Новейших вооружениях и системах ПВО ЦРУ использовало любые средства, чтобы получить эту информацию от лиц, занимавшихся разработкой такого оружия Агент Эйч, бывший сотрудник американской военной разведки Нами было завербовано два русских сотрудника из Министерства обороны Которые продавали нам за валюту секретную информацию о передовых военных технологиях Некоторые из технологий определенно касались обнаружения НЛО Нам стало известно, что в ЦРУ и британской разведке Все же удалось получить некоторую информацию о наших военных технологиях от своих агентов Советы что-то скрывали Я был в этом уверен, и нашей разведке удалось добыть информацию о случае под Свердловском Которое держалось в глубокой секретности Доктор Ричард Хайнес говорит, что у русских были веские причины хранить информацию об НЛО в секрете По моему мнению, советские военные интересовали НЛО На протяжении многих лет НЛО фиксировали радары Летчики наблюдали их во время своих полетов Но поначалу военные не могли все это объяснить Предполагалось, что это иностранные военные эксперименты Или шпионаж со стороны западных стран Но если ты человек военный, то ты относишься к данному явлению серьезно И начинаешь изучать эту проблему Данный фильм демонстрирует интерес советских военных к торчащему из земли объекту Видно, что вооруженные солдаты и офицеры рассредоточились вокруг объекта и охраняют его А агенты спецслужбы в штатском изучают Эти кадры являются лишь частью фильма, отснятого на четырех катушках пленки Как видно, фильм снимался двумя камерами Одна камера находилась на грузовике А другая камера на пушке леса рядом с военными Здесь съемки ведутся другой камерой И мы видим камеру, находящуюся на грузовике Обе камеры меняют ракурс съемки несколько раз С этого ракурса мы можем видеть прибывающие войска Говорит писатель Верещагин Весной же, 1969 года, рабочий местного совхоза обнаружил А коллектив фармер found some strange remains in the forest, not far from Березовский И сообщил об этом, и сообщил об этом, и на местные логической операции В то же, в свою очередь, обратились к соседней, пленой часть, ПВО to provide assistance with the investigation on March 1969 two KGB officers examined the discovery side and sealed it off on the KGB request a Soviet Army unit was brought to the discovery site after close examination of the place they found some wreckage debris of a disc-shaped object just teaching a partially sunk into the ground at first the KGB thought that the debris американскому разведывательному самолёту came from an American plane or Soviet space ship George Filer, mayor американских ВВС. Нам было известно, что русские собирали информацию об НЛО. Они вообще больше интересовались НЛО, чем нашими последними разработками в области самолётостроения. Здесь мы видим агента КГБ в штатском, который руководит съёмками. Длина киноплёнки, запечатлевшей длинный объект, составляет 1200 футов. Это примерно 400 метров. На этих кадрах видно, как солдаты поднимают и переносят обломки к НЛО. Здесь мы видим, как человек с камерой снимает объект с другой стороны. Возможно, его внутреннюю часть. Если это так, то эти кадры не вошли в наш фильм. Основываясь на кадрах этого фильма и на том, что Верещагин описал свои книги, мы создали компьютерную версию потения НЛО. Возникают вопросы о происхождении этого объекта. Что это за объект? И наиболее важный вопрос, что стало с ним последствия? Мы продолжим рассказ об НЛО в следующей серии. Секретные файлы КГБ о неопознанных летающих объектах. С переходом к рыночной экономике в России многое, что ранее имело дефицит, теперь стало доступным. Одни говорили, что это доказывает преуспевание нового общества, другие утверждали, что это связано с жаждой быстрой наживы, которая была так незаметна в советские времена. Говорили, что все продается и покупается в Новой России, даже государственные тайны. Писатель Пол Стоунхен, смею вас уверить, что это вполне возможно. Я помню, что в 1991-1992 годах было много разговоров о существовании секретных файлов КГБ, и некоторые из этих файлов были проданы. Что такое современная Россия? Это главная республика бывшего Советского Союза. В 1992 году Союз был самой большой страной, простирающейся от Восточной Европы до Азии. Кроме того, СССР контролировал страны Восточной Европы – Румынию, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Польшу и Восточную Германию. Все эти страны были отделены от остального мира так называемым железным занавесом. Все это держалось на внешней мощи Советского Союза, на которую делалась ставка на протяжении всей истории СССР. Большевики изменили ход истории, совершив революцию в 1917 году, сменив монархию на первое в мире коммунистическое государство. В конце 20-х годов Иосиф Сталин изменил государственное устройство в каждом аспекте ее повседневной жизни, жестоко расправившись со всей оппозицией. Во время Второй мировой войны с Германией у СССР союзниками были западные страны – США и Великобритания. Но многие годы послевоенного периода стали годами холодной войны между Востоком и Западом. Отношения еще более охладели в 1949 году, когда русские испытали свою первую атомную бомбу. Западные страны объявили Советский Союз империи зла. Начавшаяся конкуренция между Западом и Востоком завершилась великой победой русских. В 1957 при правлении Хрущева русские первыми начали освоение космоса, запустив свои спутники. Это было началом космической эры. Неудивительно, что став первой космической нацией в истории, русские проявили повышенный интерес к внеземной жизни в нашей галактике. Но, несмотря на успехи освоения космоса, экономика страны и уровень жизни советских людей не развивались, а падали. С приходом к власти Михаила Горбачева в стране началась перестройка и гласность. Наступил период реформы. В 1991 году впервые прошли по-настоящему демократические выборы в парламент страны. После 70 лет советского правления страна перешла к рыночной экономике и появилось больше свобод. Несмотря на то, что есть люди, которые ратуют за возврат к прошлому, большинство граждан приветствуют демократические реформы. Но эти перемены во многом себя не оправдали. Граждане страны задаются вопросом, кто контролирует Россию сегодня. 23% отвечает «Мафия». Российский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын, пишет о том, что теперешний экономический хаос в стране произошел вследствие криминальных реформ, и вследствие которых образовался новый класс – класс мафиозных капиталистов. Мафия управляет экономикой, слилась с новым российским бизнесом. Процветает преступность. Обыденными стали проституция, похищение людей, убийство, коррупция во властных структурах. Мафия осуществляет финансовые управления в стране. Все сферы экономической жизни контролирует мафия. Будущее молодой Российской Республики не определено. Грядут новые выборы в 2000 году в парламент. Интересы большого бизнеса будут отслеживаться, и вследствие этого произойдет проникновение мафии во власть. Мафиозное правление может стать новым тоталитаризмом в России в новом тысячелетии. С распадом Советского Союза много изменений пришло в Москву и остальную Россию. Исчез строгий контроль из повседневной жизни людей. Россия всегда жила в условиях секретности. И только недавно нам стало известно, что секретные службы держали в тайне информацию об НЛО. Только недавно лишь некоторая часть этой информации вышла в свет. Эти интригующие кадры доказывают, что мы имеем дело с визитом пришельцев. Но даже если эти сенсационные материалы не являются правдивыми, то остается много вопросов относительно их появления. Поскольку подобные материалы надежно скрывались в хранилище КГБ под грифом «Совершенно секретно». Только избранные сотрудники КГБ могли знать о существовании этих пленок. После падения советской системы в стране наступил переходный период, который был отмечен беспорядком и путаницей во всех структурах государственной власти. Система отчетности и секретности, присущая старому режиму, была утрачена, и вследствие этого появилась возможность распоряжаться секретной информацией КГБ. Я считаю, что в это время иностранному агенту с мозгами было очень легко добыть любую информацию, интересующую его, в том числе и подобные материалы. Похоже, что информация, которой мы располагаем, была получена именно таким образом. И мотивом, которым руководствовались люди, нам ее предоставившие, были деньги. Используя скрытую камеру, мы записали множество встреч наших агентов. Эта встреча проходила на территории текстильной фабрики одного из районов Москвы в офисе дилера Черного рынка. После взаимных приветствий переводчик поинтересовался у дельца об интересующих его документах. И после того, как стало ясно, что документы в офисе, состоялись переговорами. Я хочу сказать, что доктор, что здесь, если вы хотите, что документы у вас есть? Юра, ты мне задал сложную задачу. Документы были очень просто. Я понимаю, именно поэтому мы обратились к вам, потому что Федор очень рекомендовал вас самым лучшим зрением. Конечно. Я знаю новых людей, я не знаю, как достать такие документы, но это было сильно безопасно. Что такое? Что такое? Эм... 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 Мы ценим это очень, и именно поэтому мы обратились к вам. Хорошо. Поработаем. Бизнесмен говорит, что достать документы было трудно. И в связи с этим цена на них возросла. Да, мы договаривались, ты должен понять, что заставь такого рода документацию совсем не безопасно. Нет, я не понимаю, что мы только 10 тысяч. Да, у нас только 10 тысяч. Понимаете? В этой сумке сейчас 10 тысяч. Но мы же договаривались с нами? Первоначально. Мы договаривались, но... Я не могу выйти. Это очень сложно. Нет, я должен это понимать. Я понимаю, я, Дмитрий Кович, я отлично понимаю, но вы понимаете, здесь вот в данный момент находится только 10 тысяч. Мы не можем сейчас найти где-то еще в группу, там не всего 5 тысяч. После торга продавец согласился вступить документы за первоначальную цену. Давай, папки, ладно. Файлы были переданы переводчику. После ... Он просто хочет убедиться, что документы, позже меняются... После подробного изучения документов сделка состоялась. Почему эту сделку можно назвать столь успешной? Потому что вследствие ее нами были получены очень интересные материалы. В том числе и совершенно секретные, включая отчет КГБ, об операции в Свердловске и запрос Министерства обороны по поводу данных событий. Продолжение следует. Продолжение следует.